Дамы и господа, финал весеннего сезона Лиги Деван в Владивостоке 2014 года пройдет прямо сейчас. Сегодня мы наконец-то узнаем, кто вызывает титул лучшей команды этого сезона в этом проекте. Тема сегодняшней игры. Эта палата запретит в произведениях литературы и в кино использовать персонажей, употребляющих наркотики. На стороне правительства сегодня играет команда «Крепкий сок» в составе Ксении Завелевой. Поприветствуем его расположенного. На стороне позиции играет команда Амира Альбаха в составе Виталия Платонова. Крепкий биржный фронт. Светить этот финал и выгодить лучшую команду сегодня будут Андрей Андреевиченко, депутат Думы Владивостока, человек, который много лет играл в дебаты. Поприветствуем. Поксюм Галеренко, журналист и в прошлом тоже депутатёр. Поксюм Планенко, кандидат философских наук, подаватель Трелевосточного федерального университета. Почёрный тайм-кипер этого раунда, Вольфе Распутина. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, судьи, уважаемая оппозиция. Мы сегодня собрались здесь, проиграть на тему «Эта палата запретит использование в кино и литературе и персонажи, употребляющие наркотики». Я немного разъясню тему. Во-первых, запрет исполняется очень просто. Благодаря цензуре мы запрещаем произведения с подобным прецедентом, не пуская их в печати или в прокат. Логично, да? И самое главное, что, говоря об этом запрете, этот запрет будет касаться только будущих произведений, то есть кино и литературы. Почему? Потому что есть такой же прецедент, например, с алкоголем. У нас сейчас запрещено пропагандировать алкоголь в кинематографе, но это не значит, что мы сжигаем старые пленки. Правильно? Ну и в таком дальше духе. Далее. Дело в том, что пропаганда — это в любом случае пропаганда. Я сейчас буду объяснять. Даже освещая хорошие или плохие стороны, она, как доказывает, например, нам реклама, на котором, на принципе, в котором она действует, чем чаще информация мелькает перед глазами, тем сильнее она усваивается в нашей голове, точнее, остается. Вот. И пример с Coca-Cola это показывает, да, когда проводили эксперимент, что если ставить перед человеком сок без этикетки, он выбирает, никакого приоритета Coca-Cola не отдается по вкусу. Но когда ставят перед ним баночки с этикетками, то люди чаще выбирают именно Coca-Cola, потому что есть здесь фактор как раз-таки рекламы. То есть Coca-Cola отдаётся несравненное преимущество в этом отношении. Да, это лучший напиток на земле и тому подобное. Вот. Таким образом, мы, конечно, считаем, что лучше вообще никакой пропаганды, даже если она положительная и отрицательная. Но мы понимаем, что отменить всю информацию о том или ином предмете невозможно. Так же, как и про алкоголь. Да, если мы запрещаем рекламу или в кино, то все равно остается научная литература, документальные фильмы, которые показывают эти вещи исключительно с плохой стороны. То есть документальный фильм показывает, что алкоголь вреден и плох. Он показывает, что наркотики – это плохая составляющая нашей жизни. Таким образом, антипропаганда остается, и она не входит в разряд художественной литературы или кинематографии. Мы же выбираем самую страшную и опасную часть – именно художественную литературу и кино. Я сейчас объясню почему. Во-первых, потому что это наиболее действенный, так скажем, источник информации, которые смотрит гораздо большее количество народу, в том числе и молодежь от 20 до 30 лет, которая поддерживает наиболее воздействие наркотиков. Так вот, убираем мы самую опасную часть пропаганды, которая может информацию преподавать вольгодно, как с одной, так и с другой стороны. В отличие от документалистики, скажем, либо новостей, ну и тому, куда он скучит. Вот. Теперь надо доказать, что кино – это действительно… кино и литература… сейчас, чуть позже. Кино и литература – это действительно очень мощный фактор пропаганды. Причем фактор такой рекламы, что он даже иногда борет инстинкт самосохранения. Давайте вспомним, например, такие фильмы, которые там, когда вышли с Мэри Коббинс «До свидания», девушки начали прыгать с зонтиками, думая, что они полетят. Когда мальчики посмотрели кино с Брюсом Ли, они начали выходить на улицу и пытаться рукой срубить березу, ломая руки и ноги. Таким образом, понимая, что это нанесет их здоровью вред, так же, как люди смотрят на наркотики, они все равно это делают. Почему? Потому что в кино это преподнесено… фактор угрожающей жизни преподнесен с хорошей точки зрения. Потому что это круто, потому что я хочу полетать, я хочу научиться драться, я хочу расслабиться. Ну или что-то еще. А если по программе действительно эффективно, почему в СССР, где не было героев, которые употребляли наркотики, были наркоманы и это все работало? Да, были наркоманы, но их было гораздо меньше, чем в современной России. Все просто. Я сейчас приведу один пример. Давайте представим, что мы теперь убираем полностью информацию о наркотиках, например. В СССР маки росли на клумбах, а в России их пришлось удалить. Потому что маки начали курить, например, скажем. Коноплю выращивали до тех пор, пока не стали ее использовать в массовых масштабах, понимая, что ее можно, скажем так, применять в качестве наркотического средства. Таким образом, сравнивая еще, например, о том, что, например, сигареты и алкоголь уже начинают как-то на них влиять, убирая из пропагандистской машины, мы понимаем, что кино или литература – это тот фактор, который является не меньшей рекламной, не меньшим фактором пропаганды. Но там на это никак не влияют, причем не влияют именно на наркотические средства. Самое страшное, что наркотические средства пропагандируются в этих источниках именно с позиции идеализации, то есть идеализации героев. Например, мы берем фильм «Волк с Уолл-стрит», где очень успешный человек, принимая наркотики, добивается очень больших успехов. Это никак не влияет плохо на его жизнь, так скажем. А потом еще его дружки, когда он даже страдает за это и попадает в тюрьму, они его еще туда вытаскивают. То есть связи по наркопинусу влияют на него хорошо. И когда показывается эта информация с хорошей стороны, то человек воспринимает это как фактор благости. И таким образом сам считает, что от наркотиков нет никакого вреда. Ладно, у него показывается, что времени нет. Спасибо. И мы будем продумывать. Я сегодня премьер-министр для произнесения своей конструктивной речи. Я приглашаю лидера оппозиции. У вас будет 6 минут на то, что вы считаете. Всем привет! Я хочу посвятить эту речь всем замечательным режиссерам и писателям, которые позволили нам подумать о том, что такое наркотики, как это плохо, и что нужно делать, чтобы не стать наркоманом, и что нужно делать, если твои родственники или близкие стали наркоманами, и как с этим бороться. Давайте поговорим о том, что вам сегодня представило правительство. Дегор нам заявляет сегодня, что, видите ли, кино каким-то немыслимым образом пропагандируют наркотики. На самом деле это не так, и фильмы бывают разные. Чтобы ответить на этот вопрос, что такое кино, это пропаганда наркотиков или это нечто большее, давайте подумаем вообще, какая задача кино и литературы. Искусство и кино и литература в том числе должны проблематизировать, они должны открывать глаза обществу на проблемы, чтобы общество видело эти проблемы и могло их решить. И вот в такой задаче, в такой постановке вопроса, кино и литература дают нам очень важную вещь. Кино и литература позволяют человеку задуматься о том, что делать с проблемой наркомании. Например, смотря фильм «Реквием по мечте», мы можем задуматься, что же делать, если наши близкие станут наркоманами. Как вытянуть своего близкого человека из этой ситуации? Смотря фильм на игле, мы можем понять, как отвратительно это героиновые наркоманы. Мы можем понять, как это все ужасно. И если вы запрещаете кино и литературу показ персонажей наркоманов, вы не оставляете режиссеру и писателю никаких инструментов, никаких возможностей проблематизировать, показать обществу открытием глазам наркотики. И ни новости, ни документальные фильмы не покажут саму проблему. Они не покажут это именно потому, что в документальных фильмах и в новостях даются, как правило, факты и не даются оценки. И здесь кино и литература являются существенно более глубоким способом вникнуть в проблему, глубже об этом подумать. Тот очень плоский вариант, в котором вы представляете кино, он не охватывает всех тех замечательных фильмов, которые могут понять людям, что такое наркотики. Да, Егор. Если мы уберем от людей информацию, где достать наркотики, как их приготовить, как скрыть от родителей то, что ты их употребил и тому подобное, это не будет ли лучше? Да, это будет лучше. Спасибо, Егор. Это второй мой поинт, вторая мысль, о которой я заявлю. Смотрите, что происходит. Своим фактом, запретом на использование персонажей наркоманов, вы поднимаете в обязательном порядке некоторую медийную шумиху. Вот если вы как государство заявляете такую меру, вы провоцируете некоторый снежный ком, например, какой-нибудь депутат Елена Мизулина начинает яро выступать в поддержку этой меры, кто-то из либералов начинает критиковать, и этот снежный ком накатывает. Например, люди начинают думать не о том, как в реальности бороться с проблемой наркотиков, а о том, влияет ли персонажи наркоманы на зритель или не влияет. Но это все пустое, неправильное решение проблемы. Вот реально правильное решение проблемы – это перекрыть трафик из Афгана, это перекрыть трафик из Киркестана, это уничтожит каналы поступления наркотиков. И вот это те самые 80% результата, которые дают 20% усилий по тому же принципу паразитов. А вот то, о чем говорите вы, типа кино пропагандирует наркотики, это очень плоская, это очень неправильный подход. И это путь к тому, чтобы делать 80% работы, которые несут вам только 20% результата. Нам нужно реально решать проблему. А для того, чтобы реально решать проблему, общество должно фокусироваться на реальных решениях, а не о бессмысленном вопросе, пропагандирует кино наркотики или нет. Это бессмысленно, а просто уничтожит наркотрафик, уничтожит героиновые лаборатории в Афганистане. И это было бы реальным решением. Вы уводите общественность от этого своего законопроекта. Вы создаете непонятную медийную шумиху, которая мешает людям задуматься над реальным решением, мешает государству задуматься над реальным решением. Дальше. Идеализация наркотиков. Видите ли, герой Леонардо Ди Каприо, Волги Уолл-стрит, нюхает кокаин, у него все получается. На самом деле, излишне, наверное, говорить о том, что Егор путает причины и следствия. Сначала у него все получается, а потом появляются деньги на кокаин. Но нам важно здесь другое. Вот та идеализация, романтизация героев-наркоманов, она на самом деле не имеет никакого влияния на людей. Вот смотрите, есть довольно сильные мотиваторы, намного сильнее, чем герои-наркоманы, которые держат людей от употребления наркотиков. Людей бывает, грубо говоря, два типа. Те, кто вменяем, на кого действуют родители, мама, которая спрашивает, а ты не наркоман, что у тебя глаза красные? Есть люди другого типа, маргиналы. Их вы и кином не проймете, и не пропагандируете. Им вообще плевать на все. Им плевать на статью 2.8.2, им плевать на мораль, им плевать на все. Им не важно, есть кино или нет. С употреблением наркотиков этим людьми можно бороться только перекрытием трафика из Афгана. И все. Да, извините про статью, конечно. Красавная ошибка. В общем, я хочу остановиться на чем. Что идеализация и романтизация наркоманов-героев не работают. Потому что герои бывают разные. Они бывают такими ужасными, как в фильмах «Нейкле» и «Рэйклим при мечте». Я хочу остановиться на том, что кино – это очень важный инструмент, который позволяет открыть общество в глаза на то, как ужасны наркоманы. Если бы, например, у вас, девушка, внезапно вы обнаружили, что она наркоман, то вам было бы намного легче помочь и выкарабкаться из этой ситуации, если бы вы в свое время смотрели фильм «И глаз фиксером Цоя». Если бы этого фильма не видели и лоб в лоб столкнулись с этой проблемой один на один, не имея никакого опыта и не думая об этом раньше, то, скорее всего, вы бы менее успешно справились с этой проблемой. Скорее всего, вы ее просто оставили один на один наедине с наркоманией. Пусть она там выбирается как хочет. Именно поэтому мы не должны лишать писателей и режиссеров возможности показывать людям, как ужасно наркоманией, и возможности показывать людям, как с наркоманией бороться. Всем спасибо. 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 Я приглашаюсь в любую новичку членов правительства. Вас будет так, у нас 6 минут. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. И мы сегодня поговорим о том, что, во-первых, человек всегда стремился к удовольствию, и иногда это стремление оказывается более негативными последствиями, суровыми, чем тот кайф, который он получает. И сегодня мы докажем, почему именно запретив те фильмы и кино, те фильмы и произведения литературы, где есть персонажи, управляющие наркотики, мы избавим людей от негативных последствий, мы избавим людей от главной проблемы, от наркоманий. Мы покажем, почему инструкция, которую преподносит в красивой оболочке в кино, порождает как раз спрос на эти наркотики, порождает развитие наркобизнеса. Мы покажем, как этот законопроект убирает, и как кино, в принципе, воздействует. Ну, сначала немного обливки аргументов. Нам говорила сторона оппозиции, что кино должно поднимать какую-то проблематику. Извините, кинопроизводители, они поднимают какую-то проблематику. Им важны деньги, в первую очередь. И они думают не чтобы показать какую-то главную проблему, а чтобы заработать деньги на каком-то ярком сюжете, борьбы личности с суровыми условиями. Дальше нам говорят про то, что нам дают проблему и какой-то оценки критической. Но извините, есть новости, есть уроки в школах, на которых рассказывают, что, как и так далее происходит. Инструкция, потому что есть такой негативный фактор ужасный, как с ним бороться. Об этом рассказывают, об этом есть информация. Говорить, что каких-то мышлений нет, мы не можем в данном случае. Дальше нам говорят про то, что мы этим законопроектом создаем медийную шумиху, и тем самым привлекаем интересы, что наоборот развиваем, что это не решение проблемы. Так раз момент того, что когда мы убираем персонажей, которые есть в кино, в литературе, идеализированы, потому что в художественной литературе обычно это все представлено очень красиво, он прекрасно страдает. Сначала персонаж обычно наркоман показывает, какой он кайф достигает, то, к чему стремятся многие из нас, какой успех и так далее. Берем 39 франков, этот рекламщик, который получил просто, он достиг вверх в своем деле. Он получал огромные деньги, получал тот кайф, который есть. Те негативные последствия, которые потом были, они многими не обдумываются нормально. Люди видят, особенно молодежь, которая ходит в кино, потому что кино же основывается на тех книгах, которые есть, поэтому мы запрещаем кино и литературу, потому что кино является первоисточником, потому что литература является первоисточником. Это как раз порождение тех фильмов, которые потом мотивируют людей к тому образу жизни, который они показывают. И что мы видим в этом кино? Оно показывает инструкцию по тому, как жить классно, как можно найти легкий способ достичь успеха. Они показывают, как эти наркотики появляются, где их брать и так далее, как ими пользоваться, что ты получишь в конечном итоге. И что мы видим? Молодежь, которая ходит в кино, она видит эту модель поведения, она ее принимает, она понимает, что, чтобы достичь успешной жизни, надо взять и найти эти наркотики. Она уходит на момент в темневой рынок и пытается нас взять эти наркотики. Давайте посмотрим, как это происходит в первую очередь. Да, я понимаю, что есть фильмы, в которых показывают и негативные, и позитивные черты наркоманов. Но как это происходит в первоначале? Покажу, например, сначала фильмы про наркоманов, которые используют, ну, последствий негативных нет. И что происходит? Молодежь подсаживается, она говорит, а, ну, я курну кусить косячок, да, например, как в фильмах «Торчки» или «Укуренные». То есть происходит такой момент. Они сначала подсаживаются и, ну, просто, чтобы было весело и прикольно, какие-то нормальные, хорошие были ощущения. Они говорят, ну, героям же было классно, какие-то у них жизненная история прикольная. Они почти попали в те-то приключения, в те-то приключения. Но проблема в том, что, когда они начинают использовать легкие наркотики, там рядом находятся и серьезные наркотики, из которых они потом выкрадываться не могут. Например, в России стоит проблема в том, что Россия стоит на первом месте по употреблению героина. И в чем причина? В том, что молодежь, сядьте, пожалуйста. Вот. Ну, сядьте, пожалуйста. Вот. В чем происходит причина такого? Когда молодежь подсаживается, да, сначала начинают, они курят марихуану, впоследствии они переходят в той же среде, начинают подобрать что-то новое, не чувствуя той грани, что они перешли эту грани и начали подобрать что-то серьезное. А уже с героиня они выйти уже с этого не могут. И что мы видим? Из-за чего это они, с чего они начинают? Так раз с фильмов и литературы. Мы не набираем момент того, что люди попадают в какой-то вакуум информационный, касаемо наркотиков. Есть новости. В новостях очень любят обсуждать те моменты, когда начинается крак какой-нибудь империи, и обычно, когда начинается крак и перья, оказывается, что человек употреблял наркотики, и это все активно муссируется, показываются все ужасные последствия наркомании. Мы не убираем это. То есть проблема наркотиков показывается в любом случае. Но когда мы запрещаем произведения, литературы и кино, в которых есть персонаж наркоман, то мы убираем, такая же, ту инструкцию, мы убираем интерес людей к тому, как можно приспособиться к этому. Мы убираем тот раздражающий фактор, который мы, то есть перестаем теребить ту рану, которая есть. Когда у людей нет интереса к тому, как получить кайф, вот именно таким способом. Есть же многие другие способы достижения удовольствия. Просто мы убираем тот способ, который может принести на больше негатив. Мы убираем у них модель поведения. Так, в настоящей жизни у нас нет, мы не встречаемся постоянно с этими наркотиками. Наркотики показывают в данном случае. То есть сигареты и алкоголь уже убрали. Не показывают, как, ну, они есть в магазине и так далее, но и они запрещены показывать на телевидении и в рекламе. И в кино в том числе. А почему же наркотики, которые имеют более негативные, а почему же наркотики, которые имеют более серьезные последствия, да, почему мы их не можем запретить? Мы показываем как раз полную схему того, как их получают, как их поддерживают, как они пользу приносят. И при этом пытаемся как-то бороться со спросом, пытаемся бороться с наркопроизводителями, которые реагируют на спрос. То есть есть люди, которые хотят попробовать, хотят получить легкое удовольствие, которое впоследствии приводят их к нередко в сне. Спасибо. Спасибо члену правительства и для произнесения своих конструктивных речей. Поглашаю за трибуну члена оппозиции. У вас также будет 6 минут. Хорошо. Так, начнем. Добрый день, уважаемые дамы и спада. Меня зовут Никита, я выступаю сегодня в роли члена оппозиции. И сейчас мы поговорим, вернемся в реальный мир и покажем действительно, почему не ставятся нарканы, почему не употребляют наркотики. Мы считаем, что те вещи, которые говорит правительство, мы считаем, что после этого не значит по причине этого и докажем это своей речи. Вот, ну, сначала мы немножко так успокоим, уважаемые правительства, и расскажем, что в принципе в мире пропаганда наркотиков запрещена. Давайте начнем с этого, что пропаганда наркотиков запрещена. А нам говорят, что кино – такая же вещь, как реклама. Но давайте разберемся. У рекламы есть цель продать, то есть продать некоторые вещи. У кино есть тоже цель продать, как говорит уважаемый правительство. Ну, скажите, пожалуйста, у новостей тоже есть цель продать что-либо. Но давайте разберемся с этим на более глубоком уровне. У кино есть цель просто продать свой сюжет. И очень важен в кино именно сюжет какие-то спецэффекты и прочие-прочие вещи. У рекламы сигарет проще нужно продать именно сам товар. Кино не толкает вас купить что-либо. Кино толкает вас просто пойти, посмотреть этот сюжет, посмотреть эту историю. Нет, спасибо. Вот в чем суть, вот в этом вся грань, вот в этом все различия. Ну, конечно, в новосте тоже есть идеи, ну, идеи там получить, ну, в любом виде бизнеса получить деньги. Но это совсем другая вещь, не нужно это путать. Далее, объясняю теперь, каким образом люди становятся наркоманами. Нам говорят, что мы смотрим кино и становимся, подражаем этим героям. Ну, во-первых, они приводят примеры детей, которые в данном случае в этой ситуации не работают, потому что, ну, дети есть дети, дети и сейчас, ну, дети сейчас ограждены различными фильтрами. Вопрос эффективности этих фильтров – это вопрос другой игры, не с ней этой игры. Говорят, что у нас есть некоторые инструкции, как достать наркотики. Но я думаю, что в нашем мире, когда на стене написано спайс, номер телефона, это гораздо более прямая инструкция, как это действует, чем я посмотрю какой-то фильм, где в США человек достает наркотики, и каким это образом применяется в России. Как сварить наркотики и прочие-прочие вещи мы можем найти в интернете. И фильмы не дают прямых инструкций. Далее, мы покажем, что литературные персонажи у нас окажется плохо влияют. Ну, извините, я думаю, что многие читали из нас Артура Гонандуйла, и Шерлок Холмс, наверное, для всех, да, все, наверное, стали употреблять сразу кокаин, пить апсену, прочие вещи из-за того, что Шерлок Холмс такой замечательный, все лишь захотели бы пробовать кокаин. Я думаю, что это не так, и многие из вас прекрасно понимают. Вот, почему ты становишься наркоманами, мы уже объясняем, что есть группа людей, которые становятся в силу определенных жизненных обстоятельств. Это бывает. Такие ситуации бывают, и в этом очень часто виноваты совсем не фильмы. Просто жена ушла к инвестбанкиру, и ты подавлен, ты начинаешь принимать наркотики. Такое бывает, и мы об этом не верим. Но есть люди, которые находятся в определенной среде, где они начинают употреблять наркотики. И давайте сравним две ситуации, какая более реальна. Когда я посмотрел фильм, решил, где же мне достать наркотики, начал искать, интересоваться и прочие вещи. Либо когда есть ситуация, когда я нахожусь в какой-то среде, я живу в каком-нибудь районе, где ребята, я живу в компании, и старшие ребята курят марихуану, например. Потому что все там курят, потому что район депрессивный, нужно каким-то образом там. Кто-то торгует этим, кто-то это продает, потому что это единственный способ выживать. И в данном случае, конечно, я буду понимать, что получить какой-то авторитет и доверие. А не потому, что я хочу посмотреть какой-то фильм, я посмотрел лицо за шрам, и решил потопить наркотики. Да, Игорь? Разные крутые персонажи из кино, пользуясь определенными вещами, не создают моду на эти вещи? Нет. Они создают моду на эти вещи, я сейчас покажу. Далее. Есть романтизация, говорят, что есть романтизация, но тут показываем, что есть другие мотиваторы в данном случае. Далее. Нам говорят, что инструмент именно новости, новости дают вам абсолютную картину, и что вы можете задронуть это. Но понимаете, когда вы смотрите новости, это некоторый определенный информационный сюжет. Это, конечно, хорошо и все замечательно. Ворьба с наркотиками. Но в чем важность того, что есть кинематограф и литература, то, что вы, когда автор создает свое произведение, он старается, чтобы человек это понял, человек его прочувствовал. Мы не будем смотреть тот фильм, ну и мы уйдем с того кинопоказа, где персонажи нас не цепляют, где персонажи нам неинтересны и каким-то образом нас не задевают. И только через вот этот момент тонкие осознания и соотношения себя и героя вы сможете соотнести, хорошо это или плохо. И в новостях вы не соотносите себя с героем из сюжета. Парни, которые там, не знаю, там очень много там, не знаю, использовал наркотиков, потерял Лёв и каких-то других ребят, которые там в интернете, которые в интернете потребляют наркотики. Ну и какие-то такие сюжеты из автопатруля. Вы не соотносите себя с ними. Но когда вы смотрите фильм «С наркотик», когда вы смотрите на Виктора Цоя, который действительно в советское время столкнулся с проблемой, когда он увидел, что люди торгуют наркотиками. И вот он, и ты соотносишь себя, как бы ты поступил в этом месте. И это самое важное. И когда вы забираете этот инструмент, вы теряете возможность каким-то образом людей заставить об этом размышать. Люди просто видят информационный сюжет. Но информационных сюжетов настолько много, что люди очень часто не могут выделить эти вещи. И вот именно кино – это некоторая другая сфера, которая влияет на человека. А нам говорят же, что еще, ну, далее мы продолжим по поводу того, что очень часто заявление о запрете, поддержу свою говорицу, что это просто очень хорошее желание людей показать, что есть проблема, что давайте запретим персонажей смене. Но такая же ситуация была с компьютерными играми. Это постоянно повторяющийся счет. И практика нам это показывает. Появилась игра первая в Mortal Kombat. Все, люди начинают с убийства, пытаются связать эти эффекты. И с каждой новой игрой, когда сенатором в США, например, нужно перезабираться, республиканцам, они постоянно поднимают эту тему. И такая же ситуация происходит с персонажами наркотиков. На практике мы видим, что эта мода не задается, что на самом деле это не работает, нет никаких доказательств этого. Ну да, люди смотрят, кто-то, ну, говорят, что люди смотрят и начинают это повторять. Почему они повторяют? Нам не объясняют. Мы показываем, что есть реальные и другие мотиваторы того, чтобы люди начинали употреблять наркотики. Это жизненные ситуации, то, что есть маргиналы и прочее. Давайте соотнесем теперь, если вот про обычных людей, которые есть. У нас есть огромное количество уже сейчас свежих механизмов, не дающих нам потреблять наркотики. Это семья, это закон, который запрещает нам потреблять наркотики, запрещает их пропагандировать. Различные моральные убеждения, что ты, если в университете знаешь, что ты употребляешь наркотики, тебя выгонят. И вот этот страх за свою жизнь сейчас уже есть. Но есть те люди, которые не боятся этих социальных вещей. Это и есть маргинал. И маргинал уже в принципе без разницы, есть кино или нет. Мы можем это представить очень легко. Люди в Афганистане употребляют наркотики, но там нет никакого кинематографа. И в Узстане являются ярким примером того, что люди становятся наркоманами не только из-за кино. Поэтому мы считаем, что данный законопроект нужно отклонить. Большое спасибо. Спасибо члену Афганистану. Для присоединения первой речи анализа в этой игре я приглашаю лидера Афганистана. У вас будет 3 минуты. Спасибо, Алиса. Я начну с того, что напомню тему этих дебатов. Может быть, кто-то ее забыл. Эта палата запретит использовать в кино и литературе персонажей, употребляющих наркотики. Обратите, уважаемые судьи и зрители, внимание. Персонажи, употребляющие наркотики, не равняются пропаганде наркотиков, как хочет нам доказать сегодня правительство. Это разные вещи. Пропаганда наркотиков – это пропаганда наркотиков. Это когда в кино и литературе говорят наркотики, это хорошо употребляют наркотики. И это уже регулируется, как сказал Никита, действующим законодательством. Пропаганда наркотиков уже запрещена международным правом, конвенцией ООН, и здесь нет проблемы. Персонажи, которые употребляют наркотики, находятся за рамками пропаганды наркотиков. И именно это мы сегодня обсуждаем. Именно в этих границах находится сегодня наша дискуссия. И вот давайте именно в этой плоскости сравнивать, что у нас сегодня говорили команды. Ну и, кстати, небольшая ремарка к проекту правительства. Все-таки непонятно, как работает ваш план, если вы не запрещаете уже существующие произведения. Что делать с популярным сериалом, уже вышедшим, Breaking Bad, со всеми шестью сезонами. В конце концов, что делать с Джеймом молчаливым Бобом, его многие по несколько раз смотрят, что делать с полотенчиком, он стал спаркать, ну или другими персонажами. Но это не важно. Важно другое. Смотрите. У нас сегодня было две позиции по поводу кино и литературы, где есть персонажи, употребляющие наркотики. Позиция правительства в том, что кино равняется, ну, персонажи такие равняются пропаганде. Мы отлично показывали, что это не всегда так, просто потому, что есть замечательные, отрицательные примеры, типа Реклина по мечте, Фильма Игла и многих других. Ну, наша позиция состоит в том, что кино и литература, это возможность сказать обществу о том, что такое наркотики. И вот вы, не борясь с самой пропагандой наркотиков, потому что спайс все равно на стенах писать будут, все равно будут дилеры приходить в школу и подсаживать детей в наркотиках. Вы не борясь с этой проблемой, просто поменяете А утверждение, А утверждение Б. Вы подменяете утверждение пропаганды наркотиков, это плохо утверждение персонажей из кино пропагандируют наркотики. Вы просто как бы подменяете одно другим, но с проблемой не боретесь, я это говорил об этом в прошлой речи, трафик из Афгана будет по-прежнему с нами. И вот о чем я хочу сказать, самая главная мысль, что мы, не борясь с пропагандой наркотиков, решаем режиссеров очень важного инструмента я расскажу об этом инструменте на последнем примере у замечательного режиссера спайка ли было много хороших фильмов о том что чернокожим некуда деваться в том и как торговать креком чтобы выжить и замечательная короткометражка у него было о том что чернокожие родители наркоманы употребляющие метамфетамин случайно подсадили своего десятилетнего ребенка ненавитамин случайно заразили его спидом и просто так ребенок ни за что получил спид и именно такие фильмы стимулирует общество обсуждать проблему наркотиков и если мы заберем этот инструмент режиссера ни одного инструмента для поднятия общественной дискуссии больше не останется на этом я вас прошу отклонить то что предлагает правительство сегодня я бы хотел сказать что статус-кво таков что сейчас пропаганда наркотиков кино существует если послушать оппозицию и это инструмент борьбы с наркотиками как раз таки то извините тогда бы и проблемы а наркомании не было потому что из-за того что есть колоссальное количество фильмов и литературных произведениях где показано как плохо влияют наркотики на человека в том числе как и хорошо они влияют как говорим мы то тогда бы все посмотрели как плохо если употреблять наркотики и реплием по мечте на игре и от них бы давно отказались статус-кво сейчас таков что если бы оппозиция оказалась права то проблема наркотиков была бы решена мы хотим изменить статус-кво и следовательно возможно поменять в будущем как раз таки отношение людей к наркотикам я сейчас объясню когда оппозиция приводила провокационные примеры спайс на стене находится это было да люди многие в принципе нам не нормальных семей не знают что такое спать потому что родители запрещают смотреть наркотики смотреть плохие фильмы в кино плохие фильмы так скажем вот они смотрят на этот спайс на если у него не будет в кино ему рассказано что это такое зачем он нужно что ты с друзьями должен его вколоть себе чтобы побалдеть что ты как по американским пироге не можешь расслабиться без этих наркотиков ты пройдешь видишь спайс на стене номер телефона и пойдешь дальше потому что под ним инструкция зачем спайс нужен не написано логично далее все примеры которые привело уважаемое правительство новых кино кино а кино где наркотики употреблены показаны именно в хорошем смысле да сейчас летали я красочно перечислил это еще один аргумент нашу сторону чтобы такие молодежные фильмы как раз таки где говорится даже о легких на употреблении легких наркотиков говорят о том что как в американском пироге ребят мы пошли на тусу нам нужно пиво сигареты короче девочки мы реально расслабимся там никаких последствий плохих не показано об этом и люди действительно ребята видят что нам нужен алкоголь нам нужен сигарет и нам нужны таблетки короче тогда будет наша вечеринка крутой вот вот такие молодежные фильмы сейчас распространяются в большинстве случаев а игла фильм и тому подобное это скорее исключение из правил нежели большинство потому что вы сами перечислили примеров нашу сторону больше чем свою далее говорят что реклама запрещена и уже высылаться на различные конвенции вот именно правительство и говорит что кино объяснил мы объяснили что кино является большим массовым средством пропаганды и что именно благодаря кино мы обходим этот закон мы же не вешаем для того чтобы как плохо показать на баннеров там наркотики там еще что-то правильно в рекламе запрещено мы не говорим что кино это и есть тот обходной путь где мы еще не смогли урезать вот эту пропаганду наркотиков именно поэтому необходимо запретить в кино и литературе вот ну во первых мы поставили несколько вопросов показала позиция какова задача кино мы говорим что кино как может пропагандировать наркотики так и отрицать мы говорим о том что проще вообще нафиг запретить и если человек не получит из кино даже анти или положительного наркотиков что такое спать он пройдет мимо этого забора и таким образом он не будет знать никак приготовить героинь ему не надо будет с ним бороться потому что он с ними не знает как его приготовить и он на него не подсягнет вот почему люди становятся наркоманами сказали да попытались определить другую проблему мы никогда есть надо бороться с наркотрафиком из афганистана мы не говорим что это плохо пусть борется анти гос наркоконтроль и тому подобное мы же не просто добавляем еще одну меру которая будет бороться с этими наркотиками что в этом плохого чем больше нет борьбы с наркотиками тем лучше чем проблема если на гос наркоконтроль не справляется мы здесь не будем пропагандировать пришли эти наркотики приходит человек который не знаешь что такое смотрит на это увидишь это мука кидает ее идет дальше ну грубо говоря а мы еще раз говорим о том что кино является пропагандой лучше этой пропаганды не будет вы не показали почему допустим документальные фильмы научные статьи и тому подобные вещи являются хуже чем кино которое всевольно показывает информацию таким образом на основании что мы хотим мы радуем за здоровое будущее наших детей по крайней мере до тех пор пока они не возросли мы мы считаем что наркотики в пропагандии ответственной кино и литературе необходимо откликнуть